здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица это видео будет называться агиратом от а до я приглашаю вас в мой сад агиратом я буду выращивать как профилактику белокрылки для клубники есть такие научные труды правда они проводились и значит повторились в теплице и это очень эффективные труды где белокрылка выбирает именно агирату до из всех растений и садится не на него пьют его сок и становится просто стерильной поэтому я решила в чисто в профилактических цель в клубнике выращивать агиратом агиратом это семейство астровые однолетние растения у нас это однолетние растения и конечно же палитра цветов есть очень разнообразная даже есть смесь то вот прямо в пакетике продается смесь семян семена довольно таки мелкие агиратом а и кто-то рекомендует их присыпать слегка я их не присыпаю себе их на поверхности земли для посадки я беру контейнер не важно какой у вас будет контейнер большой маленький или очень маленький да там на один горшочек внизу делается дренажное отверстие насыпаю грунт питательный три сантиметра или четыре сантиметра значит здесь у меня получается второй контейнер это получается у меня поддончик да как для кашпо я проливаю раствором фитоспорина землю и для того чтобы обеззаразить ее от всяческих патогенных проявлений и сею семена равномерно поверх земли я беру вот так на пальчик и начинаю распределять его равномерно сверху семена я просто из пульверизатора сбрызну тоже раствором фитоспорина закрою крышкой создам парниковые условия и отправлю в теплое место на свету прорастать на свету почему потому что семена посеяны поверх земли сейчас подпишу что я посеяла когда и этикеточку приклеив давайте посмотрим что через три дня творится в кашпо посадочном видите какие появились корешочки белые это всходы агератума он дает корешочек корешок укореняется и потом разворачивается росток все пошел рост вегетативной массы но это то что вы видите это далеко не показатель потому что она не дружная и вот есть уже да где есть семидолечки а есть просто корешок белый а есть малышечки а есть еще не проснувшиеся в общем не дружно она всходит времени на пикировку агератума у меня совершенно не было поэтому вот так вот он перерос но ничего страшно все корни спутались и это совершенно ничего страшного я беру агератум и разнимаю его вот на такие вот частички на такие частички и сажать и его и пикировать я его буду именно вот так букет на этого я беру стаканчик здесь дренажные а3 отверстие отрезано и насыпаю на туда вот вниз земли вниз стаканчика немножко и немножечко вот так вот сбоку беру вот так вот пучок и помещаю его полностью в стаканчик присыпаю землей и таким образом он у меня распикирован букет на вновь поступившую землю я проливаю фитоспорином и ставлю в тенистое место для того чтобы растение не сгорели после пикировки перед тем как обработать фитоспоринчиком я мульчирую гермикулитом стаканчики это вещество вулканического происхождения она не позволяет так быстро пересыхать стаканом ничего не растет никакие налеты на поверхности земли растениям расти комфортно с вермикулитом они очень хорошо растут развиваются это не реклама и совершенно не обязательно готова агератум хорошо переживает после пикировки букетным способом чувствует себя хорошо агератум прекрасно прекрасно пережил пикировку развивается чудесно и можно сказать выглядит просто красавцем мой уход заключается только в поливах по мере подсыхания стаканчика я поливаю теплой отстойной водой никаких подкормок нет агератум вырос даже можно сказать перерос потому что май был очень холодный и никак не удавалось его высадить теперь я буду сажать его в открытый грунт посажу его в клубнику для того чтобы в клубнике он служил профилактикой от белокрылки для этого я раздвигаю мульчу стороны и начинаю рыхлить посадочное место природном земледелии я ничего не копаю земля здесь очень рыхлая пушистенькая поэтому достаточно вот таких вот манипуляций как рыхление теперь я беру и так выходим теперь я беру и обжимаю стаканчики предварительно политые вчера вечером было полито все корневая система вот такая уже очень сильно просится значит в грунт я раздвигаю в две стороны землю ставлю значит свои растения и присыпаю их землей немножечко прижала и вернула мульчу все на место вот и вся моя посадка занимает буквально пять минут все готово замульчировала и все это занимает у меня буквально несколько минут обратите пожалуйста внимание что я не подсыпаю мульчу и клубнику а только мульчирую вокруг куста сам куст не подсыпаем точку роста не засыпаю что же дает мне эта мульча да она меня освобождает полностью от всех дальнейшей работ мне не нужно рыхлить и удалять сорняки под мульчу не растут сорняки и под мульчу не слеживается земля микроорганизмы такую деятельность там сейчас разведут они все мне сами взрыхлят мне не нужно поливать клубнику под мульчу и не выветривается влага а также мне не нужно подкармливать ее потому что микроорганизмы поедая и утягивая вниз мульчу перерабатывают ее и делают все необходимые элементы питания для растения кусты агератума разрастаются в клубнике так как я раньше не видела никогда видимо это показатель того что земля очень плодородная и нужно все сажать намного меньше меньше и реже для того чтобы дать пространство растениям так как они становятся просто огромными я таких агератумов никогда еще раньше не видела в общем пришлось мне даже удалять один агератум потому что он у меня заполонил как клубнику купчиха так что там некуда даже стаканчик поставить я его выкопала он прекрасно выкапывается и присадила его вот в такую корзину прямо вместе с комом земли смотрится прекрасно ну вот новенькое место обрел я кстати делаю видео про агератум от а до я но сейчас только снимается материал видео смонтирую и покажу вам конечно же зимой а если это видео вам понравилось то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока